Так точно, получается. Так, добро пожаловать в наш очередной «Русский час». Теперь нас называют «Русский час» с Мариной Александровой и гостями. И сегодня я очень рада представить нашу чудесную гостью доктора наук Катю Сивертс, которая много лет преподавала в нашем университете и преподавала очень интересные курсы, включая курс о фольклоре и русских сказках. Насколько я помню, очень популярный курс. И сегодня она нам расскажет о русских сказках, о мифах, фольклоре. И я так поняла, о всяких русалках, всяких бабках-ёшках, девушках разных, полумёртвых и так далее. Не до мёртвых, не до живых. Хорошо. Я ещё хотела добавить пару вещей о Кате. Она ещё, к тому же, автор более десяти книг об истории, культуре Англии и романов. Поэтому очень интересный многосторонний человек, переводчик дипломированный. Так что, пожалуйста, оставайтесь на связи, обращайтесь к ней с вопросами. Так что, пожалуйста, добро пожаловать. Спасибо большое, доктор Александрова. Очень приятно всех вас здесь видеть. Снова побывать в родном университете, как бы хоть и виртуально. Хорошо. Ну, сегодня... О, ещё и Мэтт пришёл. Вообще чудесно. Мэтт, здравствуйте. Здравствуйте. Давно не виделись с вами. Спасибо, что заглянули. Ну, хорошо. Сегодня мы поговорим о русских сказках, но конкретнее мы поговорим о женщинах в русских сказках. Потому что будем, как говорится, celebrate diversity, будем продвигать разнообразие. Хорошо. Если у вас возникнут вопросы, вы можете сразу меня прервать и задать этот вопрос. Или в чате. И я буду ещё писать в чате незнакомые или новые слова. Да, отлично. Тогда в чате вы будете это всё видеть. Пожалуйста, просто поднимите руку, я с удовольствием прервусь. Ну, и у меня к тому же будут вопросы для вас. Так что у нас будет немножко такой диалог сегодня с вами. Хорошо? Итак, давайте тогда сейчас начнём. Сейчас я сделаю share screen, поделюсь с вами экраном. Каким я экраном поделюсь? Мы в прошлый раз говорили, что все эти термины настолько новые, что даже сложно подобрать правильное слово. Ну, да. Ну, как бы я как раз занимаюсь переводами вот приложений, вот всяких программного обеспечения. Поэтому я как раз обязана всё это знать. И как бы я ещё обязана знать, как мне включить этот слайд. Хорошо. Итак, поговорим о героинях русского фольклора. То есть у нас есть герои и есть героини. Да? Сегодня мы поговорим именно о героинях. Хорошо. Ну, давайте начнём с дискуссии. Какие русские сказки вы знаете? И кто главные герои и героини этих сказок? Давайте, расскажите. Ну, есть Баба Ягар. Ну, отлично. Ну, мёртвый, но не... Ну, как ви, ви, да, это, но основа на сказке, да? Да. А, колобок, конечно. Ага. О, домовой. Да, конечно. Да. А кто такой домовой? Вы можете рассказать, Роман? Ну, он как, ну... Как объяснить? Он как хозяин дома, да? Он... Ну, он любит играть с котами и... Что ещё? Когда что-то, как... Когда вы теряете что-то в доме, как... Ну, можно задавать вопросы домовой и он... Да. Да. Замечательно. Вот такой вы хороший, как бы... Такой факт нам хороший рассказали про домового. Что если что-то теряется, можно спросить домового. И в таких случаях часто говорят... Шут, 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 поиграй, да отдай. Жестер, жестер, play it, but give it back. О, лови, джокер, джокер. А у меня двое маленьких детей. Я вам сейчас просто рисую показать мою... Мою гостиную комнату. Там всё-всё везде лежит. Поэтому каждый день два-три раза я говорю... Шут, шут, поиграй, да отдай. Ничего не могу найти. Хорошо. Спасибо огромное, Роман. Кто ещё знает русские сказки? Вот Теофилас говорил, что любит, да? Вот какие вы любите? Может быть, моя любимая сказка... Это сказка об Иване Чаревича и серым волком. Или волком. Волком. Ну, я тоже знаю о Василисе Премудрой. Ага. Замечательно. Да, вот у меня будут иллюстрации к этим сказкам Теофилас. И к Иване Царевичей и серым волке, и к Василисе, прекрасной Василисе Премудрой. Чудесно. Ещё кто-нибудь хочет сказать что-нибудь? Ну, если нету, а вот ещё у меня есть... Я забыл, как жар-птица. Жар-птица, да. Ага, фарфил. Да. Жар-птица у нас есть. Значит, у нас кто есть? Баба-яга, у нас есть колобок, домовой, жар-птица, Иван Царевич и серый волк, и Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая. А ещё кто-нибудь есть у нас? Кто у нас тут топ самых популярных героев сказок? Бабок там должен быть. Ага, хорошо. А вот ещё такой Вам вопрос. А кто Ваша любимая героиня сказки? Обязательно русская, может быть, сказки Диснея или европейской сказки. И почему она Вам нравится? Без всякого сомнения, Баба-яга. Ура! Баба-яга. Мой любимый персонаж. Ага. Ясно. Здорово. А почему? Она же хочет есть детей. Ну, быть людоедом – это что-то привлекательное в сказках. Только в сказках. Понятно. Ну, в сказках… Потому что мы испытываем страх перед такими существами, и это делает их интересными. Да, ну, это действительно очень интересно, да. Людоеды, Ганнибал Лекцер. Ага. С Вами согласны. А ещё у кого… Ну, она тоже живёт в очень-очень интересном доме. Да. А в каком? А что интересного в этом доме? Если моя память не обманывает меня, я помню, что она живёт в доме, у которого ноги похожи на ноги курицей. Да, совершенно верно. Правильно. И об этом мы тоже говорим. И этот дом тоже двигается? Да. Да, он поворачивается лицом или поворачивается задом. Так что он вот крутится вот так, да. Отлично. Баба Яга – наш главный, как бы, топ в нашем рейтинге. Первое место Баба Яга. Какие Вам ещё нравятся героини? Может быть, маленькая русалочка, little mermaid, золушка, синдерон. Мне нравится жар птица. Это как чудесная сказка о возрождении. И я также люблю произведения славянского жар птица. Да, это прекрасный совершенно палец. Да, прекрасный. Это действительно героиня. Хорошо. Ещё у кого-нибудь есть любимые героини? Ну, если нет, я надеюсь, у Вас они ещё появятся после вот моей лекции, да. Ну, и потом я хотела задать Вам просто вопрос. На него уже частично ответил Роман. Я хотела спросить, каких русских фольклорных существ Вы знаете? Существ – creatures. Роман знает домового. Да, мы тоже знаем. Кого мы ещё знаем? Кого-нибудь знаем? Домового. Да. С кошкой. Есть русалка, да? Русалка. Она как... Ну, хорошо, давайте перейдём тогда сразу к русалке, потому что Роман, он телепат, и он читает мои мысли. Джошуа. А, это Джошуа был, да? Это Джош, да. Сейчас я расширю. Значит, Джошуа телепат. Хорошо. Ну, Роман тоже телепат, и телепат у нас ещё Теофилос, потому что о многом из того, что они упомянули, буду говорить. Ну, хорошо. Давайте посмотрим на русалку. Русалка, вот она. Она живёт не только в воде, но и в лесу. И в этом разница с европейскими русалками, как, например, Ариэль, они живут в море. Они живут в воде. Русские русалки живут в воде возле леса. Например, в труду, например, в реке. Обычная русалка выглядит, как очень красивая девушка с длинными распущенными волосами. Распущенный free flowing, да? Хорошо. И кто превращается в русалок? Откуда берутся русалки? В русалок превращаются, во-первых, в попленицы, в found girls, а кроме того, дети, которых прокляли их матери. Но если ваша мама вам говорит, ну, чёрт тебя возьми, may the devil take you, тогда в леса может прийти русалка или чёрт этого ребёнка взять и превратить в русалку или в лешего, или во что-нибудь ужасное. Поэтому будьте осторожны, что вы говорите своим детям. Марина, это к нам относится, к матерям, потому что иногда хочется сказать, ну, но нельзя. Хорошо. Когда появляются русалки? Русалки появляются в лиминальные периоды времени. Что такое лиминальный? Лиминальный, liminal? Граница, граница, граница. Прекрасно. Ну, вы со мной должны читать эту лекцию, эту презентацию, потому что вы всё знаете. Лиминальный, то, что находится на границе, например, граница цивилизации и леса, граница, допустим, граница времени дня, полдень, это граница дня и утра, полночь, это граница дня и ночи, например, или вечера и ночи, и рассвет, это граница ночи и утра. Да, то есть в эти периоды, эти периоды считаются такими страшными, опасными, вот, и тогда они появляются. Или есть такая, такой период, летом, обычно в июне, в июле, называется русалочная неделя, когда появляются русалки. Что русалки могут с тобой сделать? Совершенно страшные вещи. Это не диснеевская Ариэлл, которая такая очень добрая и красивая. Русские русалки злые. Что они могут с вами сделать? Они могут вас проклясть, да? И мы знаем слово проклясть, прокляли. Они могут вас утопить. Мы знаем слово утопить. И что самое страшное? Они могут вас защекотать до смерти. Представляете себе? Как смерть, если вас русалка защекочет до смерти? Страшно вспомнить, да? Ладно, хорошо, поехали дальше. Вот давайте мы с вами посмотрим на эту картину. Эта картина Ивана Крамского называется «Русалки». Давайте посмотрим на нее внимательно и подумаем, и скажем. Какие характеристики русалок вы видите на этой картине? Откуда мы знаем, что это русалки? Они все в белом платье. Отлично, все в белом платье, да? Ага, в белых платьях. Угу, да, так, саванны, like winding sheets, мертвые. А что еще? У них всех длинные распущенные волосы? Правильно, длинные распущенные волосы. Потому что правильные, хорошие русские девушки никогда не носили распущенные волосы. Они их заплетали в... И если у тебя распущенные волосы, и ты девушка, значит, ты зло. Хорошо, да, белые, распущенные волосы, что все. Наверное, это полдень, потому что солнце высокое на небе, и картина светлая. Да, отлично, полдень, лиминальное время. И, наконец, у нас есть тут что-то. Вода. Вода. А вода может быть где-то у леса. Это такая застоявшаяся вода. То есть, да, это совершенно очевидно русалки. Если вы пойдете гулять в русский лес, вы увидите вот такую картину таких девушек, нужно сразу поворачиваться и бежать. Иначе они вас не хочут в то смысле. Хорошо. Есть какие-нибудь вопросы о русалках? Нет. Я бы хотел спросить, если они употребляют свои волосы, чтобы утопить людей. Нет, они этого не делают. То есть, в европейском фольклоре есть мотив, когда русалка расчесывает волосы, и таким образом она топит корабли, то есть она вызывает шторм. И еще есть мотив о сиренах в истории Одиссея, которые топят корабли, а здесь они просто топят людей, потому что обычно это как бы небольшой водоем. Это может быть пруд, мельничный пруд, может быть река, там просто кораблей нет. Понятно. Да. Вопросов нет. Тогда мы сейчас... Ну, у меня один вопрос. Наверное, из-за западной интерпретации я всегда думал о мариаках, когда я думал о русалках. Это разница в русском фольклоре. Как сказать? Ну, вообще в русском фольклоре вот именно таких легенд о русалках, как, например, о полуженщинах, полурыбах, как таковых особо нет. То есть если такие легенды есть, они обычно заимствованы из западного фольклора. То есть русская русалка, она вот такая, то есть полностью женщина, с длинными волосами, вот, у воды. То есть просто, я даже не знаю, почему у нас нет таких легенд. Ну, единственное, что вот именно связывает русалок с морем как таковым, да, есть легенда о том, откуда появились русалки. И по этой легенде... Вы помните в Библию историю Моисея, Моисея, когда он заставил море раскрыться, помним? Вот. И за Моисеем поехали фараон и его солдаты, да. И потом море закрылось и удопило их всех. Вот. По этой русской легенде фараон и его солдаты превратились в русалок. Вот. То есть это вот такая связь русалок с морем. Но обычно, как бы, они вообще с морем не связаны никак. Вот. Наши русские лесные русалки. Вот. То есть они скорее вот такие вот деревья, у воды, волосами, да. Хорошо. Давайте поговорим теперь о ведьмах, witches. Ну, в русском фольклоре у слова ведьма есть синоним. Например, это может быть колдунья, знахарка, ведунья и так далее. А ведьма может быть молодой и прекрасной или старой и уродливой. А еще часто ведьмой может быть вдова. Вдова, да. Ведьмы могут превращаться в животных, как оборотни. Ведьма летает на метле, брум, на кочерге или на заколдованном человеке. Если вы читали Булгакова, вы говорите, ага, я все это помню. Интересно, что у ведьмы могут быть две души. И пока одна душа спит, другая душа гуляет. Как было бы хорошо, если бы у нас тоже так было. Еще перед смертью, если перед смертью ведьма не передаст свое проклятие другому человеку, то ждут мучения. Поэтому умирающей ведьмы ничего нельзя брать. Например, если вы знаете, что ваша бабушка ведьма, и она тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог, будет умирать. Она скажет, внук, возьми у меня чашку с водой. И вы возьмете у нее чашку с водой, то она передаст вам свое проклятие. И вы станете ведьмой. Поэтому думайте, что вы делаете. Хорошо. А что вообще, какая специальность у ведьмы? Что делает ведьма? Ведьмы занимаются порчей и сглазом. Ведьма может навести порчу и сглазить. Порча по-английски можно сказать как хекс. Это болезнь в результате магии и заговора. То есть я так и чуть-чуть. И я навела на вас порчу. Сглаз – это болезнь или неудача в результате злого глаза, как evil eye или проклятие. Например, я подумала, я завидую. Я сейчас посмотрю, кому мне из вас завидовать. Я завидую Мэтту. Он был в мире, а я там не была. И тогда будет сглаз. Я могу его сглазить, и у него, допустим, будет плохой день. Я так не делаю. Я не ведьма. Если вам интересно, насколько популярна вот эта суеверия, что есть ведьмы, что они наводят порчу, вы можете зайти в Яндекс, самый популярный русский поисковик, и написать, попробуйте, как снять порчу. How to remove hex. И у вас будет очень много результатов. Например, как снять себе порчу самостоятельно. Like do it at home, like DIY, do it at yourself. Как снять порчу. Как снять порчу самостоятельно яйцом. With an egg. Как снять с глаз и порчу. Как снять с глаз и порчу молитв. With a prayer. И вот мое самое-самое-самое любимое поисковое вопрос. Как снять с себя порчу на одиночество самостоятельно. How to remove loneliness hurts yourself, like without assistance. Потому что вы одинокий, у вас вот эта есть порча, вам никто не будет помогать, и вам нужно ее снимать самостоятельно дома. Люди все это ищут. Можно солью снимать и так далее. Вот можете посмотреть, вам помочь себе дома, да? А вот я вам сейчас еще задам один такой вопрос. Интересный факт. В Европе, в России были процессы над ведьмами. Но чаще всего осужденными были не женщины, а мужчины. Как вы думаете, почему? Не женщины, а мужчины. Может быть, средневековые русские были феминистками? Отлично, да, прекрасно. Мне очень-очень-очень нравится этот вариант. Еще есть варианты. У нас есть феминистки в средних веках. Прекрасно. Еще что-нибудь? Ну, я подскажу, в принципе, довольно-таки близко. Вот смотрите. В средние века в Европе люди обычно не жили вот большой семьей вместе. Люди жили отдельно от родителей. Если муж умирал, может быть, жила одна. Или если дети жили где-то сами, мать жила одна. То есть в Европе много женщин жили одни. И вот эти женщины становились жертвами процессов над ведьмами. То есть их считали ведьмами. Потому что некому было защищать. Nobody to protect them. А в России женщины всегда жили большой семьей в доме. И одиноких женщин просто было мало. Зато мужчины пользовались большей свободой и могли путешествовать. Например, что-то продавать, куда-то ходить, где-то работать. И вот эти одинокие мужчины, их как раз и считали ведьмами или ведьмаками. Так что хорошо жить с семьей, да, с большой семьей. Никто тебя не обидит. Все тебе помогут. Прекрасно. Вот, хорошо. Давайте поговорим об известных русских ведьмах. Каких ведьмах? Каких русских ведьм вы знаете? Может быть, в книгах вы читали о каких-то ведьмах или смотрели фильмы о каких-то ведьмах? В повести Гоголя есть старая ведьма, которая летает над семинаристом. Да, над семинаристом, да, я даже вам покажу эту ведьму. У нас опять, у нас есть телепатическая связь с вами. Ведьму зовут в рассказе «Паночка» из рассказа Вилли. И в фильме 1967 года ее сыграла прекрасная Наталья Варли. Вот она, да. Это был первый фильм ужасов в СССР. First horror movie. Очень страшно. Вот, хорошо. А какая у нас вторая, самая известная ведьма в русской литературе? И очень любит доктор Томас Гарза. У него есть, а не свой курс. Имя начинается на М, канчивается на А. Мастер и Маргарита. Это Маргарита из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Вот домработница летит на свинье, как бы на заколдованном мужчине. Вот Маргарита летит на счет. У нас есть Маргарита. А теперь давайте поговорим о нашей любимой героине. Все ее любят и ждут. Это Баба-Яга. Самая популярная ведьма русского фольклора. Живет в лесу, в избушке на курьих ножках, как нам сказал теофилос. Летает в ступе. Это модерн. Может как помогать людям, так и причинять вред. Вот. И откуда, как бы, взялась Баба-Яга? Я вам сейчас расскажу одну теорию. А вы мне потом скажите, вы согласны или нет? Это правда или неправда? Есть теория, что Баба-Яга – это языческая жрица, которая жила в лесу и проводила ритуалы и инициации в лесу. С приходом христианства положительного персонажа, она превратилась в отрицательный персонаж. Как бы вот какие факты есть в пользу этой теории? Ну, во-первых, избушка на курьих ножках. Вот, если вы посмотрите, вот избушка слева – это избушка Бабы-Яги. А если вы посмотрите справа, то это изба смерти, которую нарисовал художник Николай Рерих. И вот у древних славян, у народа в Сибири была традиция хоронить мертвых, to bury the dead, в таких домах, как бы на сваях, в таких домах на ногах, над землей. Вот, и считается, что, может быть, Баба-Яга была связана с мертвыми, может быть, она помогала их хоронить, может быть, проводила какие-то обряды. И еще один тоже известный мотив, как тоже Ханслей Реттл – это Баба-Яга, которая хочет съесть ребенка. Она его кладет в лопату и заталкивает в печь, into the oven. Вот, она пытается запечь и съесть детей. Но до того, как были изобретены инкубаторы для недоношенных детей, premature babies, знахарки в деревнях клали детей в теплую печь, иногда даже в тесто, в хлеб, чтобы дети могли выжить. Детям было там тепло, они согревались и, может быть, выживали. И выживали. Но, как бы, были такие попытки. Поэтому считается, что, возможно, Баба-Яга, у Бабы-Яги был какой-то такой прототип, что это были какие-то жрицы, какие-то знахарки. Просто, как вы думаете, вы согласны или нет? Это мне кажется вероятно, совсем вероятно. Ага, ну да. У меня к Кате есть вопрос. Я вот сижу тут, томлюсь разными вопросами, задам один. Задам. С точки зрения современного общества, Баба-Яга просто живет идеальной такой жизнью. Не жизнь, а мечта. Да, свой дом, свое хозяйство. Независимая. Никто ей не говорит, как нужно жить, что нужно делать, да? Ага. Да. Иногда приходят жители деревни с вопросами, с какими-то проектами, которыми нужно решить, да? Да, ага. И она им помогает, дает совет, то есть получает за это деньги. Просто не жизнь, а сказка, да? Прекрасная жизнь, да. Ну, а вот у меня вопрос к тебе. Было какое-то такое недружелюбное отношение жителей деревни, например, к ведьмам, к таким вот женщинам, которые жили отдельно? Или их уважали и любили, как вот таких, не знаю, врачей? Что бы ты сказала нам? Ну, я бы сказала, что их уважали и боялись. Отношение было такое, как бы, и хорошее, и плохое. То есть, опять же, мы говорим о так называемых лиминальных фигурах. То есть, это люди, которые живут на границе, которые живут на окраине. И вот все эти лиминальные фигуры, они были такие неоднозначные, хорошие и плохие одновременно. Например, это был мельник, the miller. Потому что мельницу всегда строили на окраине деревни. Там был пруд, там были русалки. Вот, поэтому мельник считается, может быть, он такой, может быть, не очень хороший, может быть, он что-то замышляет. Вот, еще лиминальная фигура был пасечник, beekeeper. Поэтому, вот, у Гоголя в вечерах на хуторе Брестиканьки рассказчик пасечник. Мог это быть кузнец. Поэтому, опять же, у того же Гоголя в ночи перед Рождеством герой вакула кузнец. Blacksmith. То же самое и с Бабой Ягой. То есть она живет не в деревне, она живет вот на границе или даже за границей деревни. Она не относится к цивилизации. Вот. И поэтому, как бы, она считается такой, может быть, нечистой силой, может быть, боль. Но при этом, как бы, у нее есть и положительные черты. И к ней, как сказала Марина, можно пойти за советом. Она может чем-то помочь, что-то вылечить. Да, то есть вот отношение к ведьмам было такое. То есть было не совсем дружелюбное, но при этом они были нужны. Ну вот еще, да, спасибо, да. Но вот еще интересный мотив. Такой юноша, молодой человек и Баба Яга. То есть какие-то тоже интересные отношения обычно в сказках между ними, да? Ага, да. Вот, ну, это как бы вот тоже считается, что Баба Яга проводила обряды инициаций. И вот, например, вот в традиционных обществах, вот, может быть, в каких-то племенах еще остались, молодой человек уходит в лес, и там он встречает помощника, как helper, который проводит с ним разные ритуалы. И эти ритуалы помогают ему стать мужчиной, помогают ему стать взрослым. Может быть, это какие-то загадки, как riddles, может быть, какие-то задания, может быть, это даже что-то такое связанное, может быть, с болью. Вот, painful, да? Вот, и потом он возвращается в деревню, в себе, в цивилизацию, уже таким полноценным членом общества, уже взрослым мужчиной. То есть вот это может быть, как бы, ты уходишь в лес к Бабе Яге и возвращаешься уже другим человеком. Как бы мотив у девушек такой же, как Василиса Прекрасная, Василиса Премудрая тоже уходит к Бабе Яге. Да? Хорошо. Еще есть вопросы про Бабу Ягу? Марин, а у нас час, вот 60 минут или академический час? Ну, как сказать, до двух. До двух? О, шикарно, я успею. Хорошо. Ну, вы знаете каких-нибудь героинь, похожих на Бабу Ягу? Я даже не знаю. Которые и добрые, и злые одновременно. Может быть, в поп-культуре современной. Я вот не знаю, кто. Ну, может быть, вот Малефицента, Малефицент, которую играет Анжелина Джоли. Она вот такая Баба Яга, вроде как злая ведьма, вроде как добрая помощница. Да? Ладно. Все, хорошо. Давайте поговорим о хороших девушках, о положительных героинах. Как и в европейских сказках, в русских герои часто спасают героинь и берут их жены. Вот, например, опять же, любимая сказка Теофилоса. Это Иван Царевич и Серый Волк. Он скачет на волке, и он спас царевну. Да? Вот он скачет по лесу. Это все картины Воснецова, известного, Виктора Воснецова, известного русского художника. Это царевна Несмеяна. Princess who never loves. У нее такой фейспалм. Вот это как в понедельник утром, да, у нас у всех, что просыпаешь, что-то в полушек. Вот. Все пытались заставить ее смеяться, но смог только Иван Дурак. Да? А вот. Или вот тоже Виктор Воснецов, спящая царевна. Как вот Sleeping Beauty. Если мы посмотрим, прекраснейшая картина. Столько можно всего увидеть. Это вот настоящий русский город, настоящий русский терем, деревянный дом. И здесь спит ее шут, her gesture, может быть, спят ее служанки, да. Медведь спит, это же русский дом, да, обязательно медведь. Вот. И сама царевна ждет, когда ее разбудит принц, ну, царевич. Ну, как бы, героини не только ждут, чтобы их спасли, они тоже действуют сами. Вот. И не менее часто упоминаются умные младшие дочери, отважные девушки и верные сестры. Например, это сестрица Алёнушка, вот, а чей брат выпил воды из копытца, вот, из отпечатка копыток, from hoof stand, и превратился в козленка into a goat. Вот. Потому что, наверное, там были какие-то бактерии, вот, и она его, как бы, спасла, помогала ему, да. А это еще одна иллюстрация, это Иван Билибин, иллюстрация к сказке о финистиясном соколе. Здесь героиня идет спасать героя, которого превратили в птицу. Он заколдован, его превратили в птицу, и она его спасет. Или вот, опять же, вот то, о чем уже говорили, Василиса Прекрасная, она идет в дом Бабы Яги, и у нее вот такой прекрасный фонарь из черепа, у которого светятся глаза. Да, это вот, на мой вкус, вообще лучшая иллюстрация русского фольклора на свете, вот, просто идеальная картина, идеальная, да, прекрасная какая-то. Вот. А есть какие-нибудь у вас вопросы, что-то вы хотите про положительных героинь сказать или спросить, или добавить? Я хочу добавить или спросить. Давай. Да, Татюш, или можно поделиться будет моим экраном? Пожалуйста, спасибо, давай. Потом все вернемся, да. Вот, хотела показать мою любимую картину с детства, потому что я выросла в Саратове, и... Тогда я сейчас делаю стоп-шер, ага, пожалуйста. Да, и с детства ходила в Радичевский музей, это самый первый музей, открытый для публики в свое время, в 19 веке, и там была картина, которую я очень с детства любила. Сейчас видно ее? Сейчас, подожди, мне не видно. Ребят, вам видно? Сейчас, секундочку. Нет, не видно. Не видно. Что-то я нажимаю на кнопочку «Share», но что-то не «Share». А ты на «Share Screen» ты нажимаешь? Вот, ух, класс. Да. Она называется «Заприворотным зельем». Она была написана в 1888 году, и вот, может быть, Катя нам, как специалист, объяснит, что здесь происходит. О, с удовольствием. Ага, во-первых, это прекрасный Нестеров, он всегда рисует такие прекрасные глаза, да, всех они такие большие. Вот, ну, что здесь происходит? А давайте поговорим вместе об этом, давайте подумаем, что здесь происходит. Кто эта девушка, как вы думаете? И что такое приворотное зелье, кто знает? Что такое приворотное зелье? А давайте подумаем, что такое вот зелье, кто знает, что это такое? Вот, например, Гарри Поттер, да? В романе о Гарри Поттере Северус Снейп преподавал зелье варенье. Что такое зелье? А приворотное – это, например, если я хочу, чтобы в меня влюбился кто? Райан Гослинг. Райан Гослинг, конечно. Я хочу, чтобы в меня влюбился Райан Гослинг. Я тогда сделаю это зелье, я его дам Райану Гослингу, и он скажет, Катя, я так тебя люблю. Выходи за меня замуж. Что значит приворотное? Чтобы повернуть человека к вам, да? Повернуть к тебе, как love potion. Чтобы он повернулся к тебе и влюбился к тебе. Вот, хорошо. Ну, как вы думаете, куда пришла эта девушка? Кому она пришла? Знахарю? Знахарю, да. Она пришла к знахарю. Она обратилась к специалисту. К специалисту. Он живет в лесу. Вот в таком домике из дерева, да, весь такой заросший. Все заросшее. Но при этом, опять-таки, у него вот есть тропинка, таз. То есть, видно, и он куда-то ходит, и к нему люди ходят часто, да? И она пришла, чтобы он ей помог. Она принесла кошелек, пирс, деньгами, наверное. И вот она будет у него просить помощи, да, чтобы ей помог жених. Вот, чтобы он помог ей, может быть, найти жениха, или чтобы в нее влюбился какой-нибудь хороший парень. Или от жены ушел, там, я не знаю, что-нибудь такое. Вот. Да. Такие его дела. То есть, это знак, что у нас в фольклоре не только женщины, но и мужчины занимаются колдовством. Прекрасная картина. Марин, спасибо огромное. Спасибо. Да, так что вернемся к твоей презентации. Да, вернемся. Не вернемся. Сейчас я ее нам найду. Так, сейчас где я? А мне осталось совсем всего ничего. Вот, я просто хотела напоследок поговорить вот сейчас о такой теме неизбитой, как говорится. Сейчас, подожди, я сейчас сделаю шерстку. Так, шерстку. Так, сейчас, ага, шерстку. Так. Вот. Интересно, что вот так же в былинах, это эпик баллад, упоминаются женщины-войны. То есть женщины, которые уезжали на войну и сражались как мужчины. Вот если вы посмотрите на эту женщину, у нее есть, называется, палец, это мейс, лук. Вот, опять же, она сражается с каким-то другим героем, с богатырем. Вот, посмотрите, эта женщина, да? Вот. Ну, обычно в былинах ее называют Настасия Микулишна, женщина-богатырь, которая орудует вот такой огромной дубиной. То есть представляете, какая она сильная, что она вот как бы орудует такой дубиной, да? Это дочь другого богатыря Микулы Селениновича. Она еще. Вот, опять же, Николай Рерих, он очень любил писать книги, писать картины как бы на стыке русской и восточной традиции, русской и азиатской. Вот его изображение Настасии Микулишны. Она как бы скорее больше похожа на монголку, чем на русскую женщину или, может быть, палатчанку, да? Очень красивая картина. И еще совершенно тоже прекрасная сказка и былина о женщинах-красдрессерах. То есть женщины, которые переодеваются в мужчин. Есть несколько сказок с таким мотивом. Ну, я вам расскажу вот про мою любимую. И вы также можете посмотреть такой мультфильм. Просто в Ютубе найдете. Вот. Это Василиса Микулишна. Просто напишите в Ютубе мультфильм Василиса Микулишна. У Василисы Микулишны мужа взяли в плен. Он был в плен. Это сделал князь Владимир, такой тоже главный герой. Чтобы спасти мужа, она переодевается в мужскую одежду и приезжает к Владимиру в Киев. Она говорит, что она как бы посол, ambassador от Монгол. И она хочет от него деньги, хочет дань, как бы джебюс. И чтобы вот этот посол от Монгол не причинял Владимиру зла, Владимир готов отдать этому послу свою дочь, чтобы он женился на его дочери. И в конце концов Василиса Микулишна просто просит, чтобы вместо этой дочери ей отдали их пленника Ставра Годиновича. И ей отдают пленника, это ее муж, и они счастливые едут домой. Это прекрасный мультик, мне он очень нравится. Там в конце сильно расстроен, что она обрезала свои волосы, но она счастлива, что муж теперь с ней. Ну вот, собственно, все, что я вам хотела рассказать сегодня о некоторых женщинах в русском фольклоре. Пожалуйста, если у вас есть вопросы, я буду сидеть в позе такой бабы-яги. Я на них с удовольствием отвечу. У меня один вопрос о фольклоре в современном России. Например, у нас в Греции, когда у нас болит голова, мы звоним своим бабушкам в деревне, и они могут снять с глаз по телефону. Бывает ли это в России или нет? А как они это делают? Что они делают? У нас в Греции, может быть, они говорят, что такое, и они употребляют стакан, который есть полно водой, или употребляют наши одежды. И я бы хотел узнать, есть ли в России бывает такого? Снятие с глаза по телефону. По телефону. Вот это да. По интернету? Не знаю. Нет, как бы обычно с глаз снимают лицом к лицу, но давайте посмотрим. А почему как бы не посмотреть сейчас? Давайте посмотрим. Пойдем в Яндекс. Снятие с глаза по телефону. Снятие порчи по телефону. Порча, можно ее навести с помощью телефона. Оказывается, можно сглазить по телефону. Можно ли снять порчу? Как снять? Нет, не пишут. Пишут только, что можно ее навести. А можно ли снятие порчи по скайпу сделать? Давайте посмотрим. А ну-ка, можно ли по скайпу снять порчу? По скайпу? Да. По зону? Да, нельзя все это снять. То есть, как бы, ну, кто-то говорит можно, кто-то говорит нельзя. А нет, можно сделать, смотрите. Экспресс, снятие порчи с глаза. Порча смерть, работаю онлайн по скайпу. Мощнейшие привороты, то есть, как бы, love potion, работаю онлайн по скайпу. Приворот водка, работаю онлайн по скайпу. Защита жизни, работаю онлайн по скайпу. Ну, наверное, по телефону, как бы, нельзя, а вот по скайпу, ну, опять же, если скайп в телефоне, я думаю, можно, почему бы нет? Как бы люди это делают, зарабатывают на этом деле. Да, это большая индустрия сейчас, да? Да, ну, ковиджи, да, вот, как-то же надо работать. Но при этом обычно все ведьмы современные говорят, что это все официальное христианское, православное, так сказать, ремесло, да, и они всегда прикрываются символами, что крест, Богородица, да, все это, все белая магия, ничего такого. Да, это абсолютно верно, это очень распространено до сих пор. Мы можем идти в новость, в ньюс, да, и посмотреть, есть ли у нас там слово порча. И очень популярно значение, как damage, property damage и hips. Популярно сейчас, да, снятие венца безбрачия, когда они... Да, снятие венца безбрачия. Когда они будут выйти замуж, говорят, что у них такая корона, венец безбрачия, надо ее снять. Кто-то заплатил 2 миллиона рублей за снятие порчи, кто-то умер от сглаза, да, сглаза, узнала дату своей собственной смерти давно, Нижегородка украла у пенсионеров 480 тысяч рублей под предлогом снятия порчи. В других культурах, вот здесь, недалеко от Техаса, Уолтер, да, который все время говорил, давал прогнозы по гороскопу. Знаете такого, да, не знаю, кто-то смотрел на испанском языке? Уолтер, и о нем недавно появился, появилось шоу на Нетфликсе, не знаете, кто он все время? Нет. Кон Мучу Амор, он говорит, всегда такой этот маг, очень интересный. Не знаю, посмотрите, написано, Кон Мучу Амор, по-моему, называется это шоу. Катя, спасибо огромное, спасибо большое. Спасибо. Очень приятно было познакомиться, со всеми вами поговорить, и вам хороших выходных без глаза и без глаз. Спасибо большое, я хотела сказать, что в следующий раз у нас будет утренняя прогулка по Питеру, так что... Ой, как чудесно. У нас встречается в 9 утра. В 9 утра у нас это будет... Мы с тобой будем пить кофе в Питере. С удовольствием, вот может быть и в кофейку. Кофейку, да. Давай, присоединяйся. Спасибо большое. До свидания, Марина. До свидания, ребята. До свидания. Спасибо большое. Марина, давайте поговорим. Давай, давай, ага, хорошо. Да, всем пока тогда, мы с Джошем обсудим дальнейшее. Сейчас я ухожу. До свидания. Спасибо большое. До свидания.